Здравствуйте, меня зовут Марина. Я сегодня хочу снять вторую часть своей домашней парфюмерии. Первая часть вышла чуть ранее. Кому интересно, постараюсь оставить вам ссылку. Можете просмотреть. Сегодня у меня пойдет сетевая парфюмерия. Вот, допустим, первый флакончик у меня, Ariflame. Мне его подарили. Вот такая коробочка. Пользовалась я летом. Эту водичку все равно старалась пользоваться. Но я ей пользовалась не одной, поэтому так и не допользовала. Вот такой флакончик. Выпущена в Швейцарии. Выпущена вода сама. Изготовлена и выпущена там. То есть не на нашей территории. Так, что я не хочу сказать. Это Ariflame Paradis. Limited Edition. 30 мл. Сделано в Швеции. Верхние ноты. Бергамот, розовый перец, белая фрезия. Сердце аромата. Жасмин, ландыш и пион. База. Мускус, кашемир, дерево и кедр. Это очень теплый аромат. Ну, я считаю, на любителя. Он цветочно-древесный. Мускусный. Многие считают, что он подходит для холодного времени года. Я не считаю, что он страстный и подходит для холодного времени года. Считаю, что подходит для теплого. То есть это лето и теплая весна. Либо теплая первые дни осени. Вот. Он тогда более-менее раскрывается и более слышен. Зимой я не могу представить, как его можно носить. Мне кажется, его особо слышно и не будет. Но если такой очень-очень близко кожи. Вот. Стойкость у него нормальная. Средняя. Чуть-чуть, чуть-чуть шлейфит. Мне этот аромат не очень понравился. Так как в нем какие-то ноты, которые мне как бы не устраивают. Вроде бы аромат приятный. Очень такой нежный. В чем-то дерзкий. Многие считают его страстным. Я в нем страстности вообще никакую не вижу. У меня муж вообще на него никак не реагирует. Когда я говорю, как тебе аромат. Он говорит, ну пахнет и пахнет. Вообще, говорит, никак. Он даже не говорит, что он ему нравится. Как и мне, в принципе. Поэтому буду донашивать. Опять же, в следующем летом. Вот. Как-нибудь закончу. И причем я теперь даже его стала не один. Его брызгать. А в тандеме теперь брызгаю на себя. Вот с этой эйвенской водичкой. Как там называется? Магия какая-то. Не могу прочитать. Вот какая-то вот такая вот магия. Близко мне не видно. Вот. Эта вода у меня уже, наверное, лет 10. Все, я никак не закончу. Потому что она мне тоже не нравится. Ну, крышка бог с ней. Ну, какая есть, такая и есть. Как-то я давно была подписана в эйвене. Она мне пришла в подарок. В итоге как-то я начала пользоваться. Вот до сих пор и пользуюсь. Теперь пользуюсь в тандеме. То есть брызгаю ту воду на себя и ту. Тогда я чистую на себе какой-то небольшой шлейф. И какой-то на себе аромат. И он становится более интересный. Не скучный. Как, допустим, арифлеймский аромат. Для меня он просто очень скучный. С непонятной нотой. Этот аромат очень приятный. И очень нежный, цветочный весь. Ничего особо о нем сказать не могу. Он давно уже выпил. В производстве его, по-моему, нет. А может быть, есть. Но я не видела в каталогах. В каталоге я смотрю редко эйвенский. Не часто. Вот. Ну, не знаю. Для меня он никакой. Вот водичка и водичка, которая даже не держится. Вот. Вот такой вот эйвенский аромат. Вот вдвоем они себя прекрасно чувствуют. Вот вдвоем вот эту парочку я на следующий год надеюсь носить и выбросить. Так, далее какой у меня есть аромат. Я более люблю сладкие. Это вот форовет. Мне муж подарил такую туалетную водичку. Она идет у нас еще с 90-х годов. Выпущена она в 1994 году. И аромат у нее такой же 90-х. Потому что в те времена мы были все молодые. Только вышла замуж в начале 90-х. И очень много было воды. Продавала семена от садников с таким оттенком. С теми нотами, которые присутствуют в форове. И когда сейчас я сушу этот аромат, я вспоминаю 90-е. И что у меня были такие воды с таким же тонами. Вот, водичка очень стойкая. Шлейфы мне очень нравятся. Очень такая крепкая, стойкая, шлейфовая. Восточно-фруктовая, яркая, выраженная. Верхние нотки у нее апельсин, амбра, сандал, гордыния. Кокос, мускус, фиалка, фрезия, ваниль, османтус, персик и жасмин. И плюс еще и ланг-ланг. Очень теплый, нежный, тяжелый, сладкий. Зимний, осенний. Еще подойдет на холодную весну. Припудренный сладенькой ванилью аромат. Поэтому очень мне он нравится. С удовольствием пользуюсь. И очень нравится моему мужу. Он на него реагирует. Поэтому с удовольствием уношу, жду холодов. Буду пользоваться сейчас. Как-то еще пока я им побаиваюсь пользоваться. Его яркости. Вот за версту слышно яркость. Далее. Вот такой мой из любимейших ароматов. От Avon Encadensens. Я его просто обожаю. Пользуюсь уже лет 10. Понимаю, что это популярные ароматы, которые пользуются каждый второй, третий. Но люблю я водичку. И не могу от нее отказаться. У меня такая в таком варианте полноценном. Сматываем стеклом флакон. Такое солнышко. Жаркий, теплый, желтый аромат. Поливизаторы здесь используются. Кто это, кто не знает. Вот так нажимаем и разбрызгивается вот здесь. Так. Шикарный аромат. Не знаю, очень люблю. Относится он к цветочно-фруктовым. Верхние ноты орхидея, ландыш, цикламен. Средний тюльпан, пион и база орхидея. Стойкость выше средней. Шлейф средний. Аккорды цветочные, свежие. Он сам по себе теплый. Одновременно пряный. Я бы называла его горячий. Солнечный аромат. Для меня он на весну и лето. Начало осени. Первые дни осени. Я не понимаю, как можно... Многие считают его зимним. Для меня он совершенно не зимний. Он для меня такой яркий, горячий. Прям, я не знаю. Я так и чувствую этот кусочек солнца на себе. Вот, допустим, побрызгала руку. У меня в этом месте, вот на кожу. В этом месте у меня прям обжигает. Прям становится какая-то горячая кожа. У меня такое ощущение, как будто коснулся меня лучик солнца. Этот аромат очень долго на коже держится и на одежде. Очень, по мне, так он не плоский, изысканный. Такой цветочками, какими-то переливами отдает. Мне очень нравится. Очень люблю. Далее, аромат Femme. Я купила совсем недавно эту водичку. Такая коробочка. Это просто Femme. Трилогия присутствует у Эйвена. Это просто Femme классика, как у меня аромат. Плюс Femme Icon и Femme Exclusive. Эксклюзив. Вот. Все они разного цвета. Вот Femme это такой с розоватым по тоном вода. Эксклюзив фиолетовая. И Icon или Icon с желтой водичкой. Желтая упаковочка там. Те ароматы я особо не слышала. Не могу ничего сказать. Я заказала классику. Вот. Опять же, нигде ничего не нюхав. Просто заказала. Думаю, классика. Она и в Африке классика. Лучше классики у нас как бы ничего нет. В итоге, эта водичка мне не очень подошла. Хотя она замечательная. Женственная, нежная, цветочная, благородная. Летняя. Летне-весенняя. Цветочно-фруктовый, пудровый аромат. Выпущена она в 2014 году. Верхние нотки грейпфрукт, слива, фиалка. Средний жасмин. Дикое. Магнолия, орхидея. Вернее, дико-орхидея и плюс магнолия. База, амбра, персик, древесные ноты и мускус. Стойкость у нее средняя. Шлейф средний. Даже, может быть, чуть меньше среднего шлейфа. Такой немножко шлейф. Не знаю, может, часик, полтора, может быть, два будет держаться. Эта водичка подходит только на весну и на лето. Она лучше будет раскроется, нежели зимой. Мне очень нравится. Водичка благородная для любого возраста. Поэтому мне не подошли какие-то ноты. Поэтому я хочу ее подарить маме. Вот. Попробовала на себе. Но отдам ее маме, так как вода не совсем моя. Я люблю более сладкие и более яркие ароматы. Ну все, эта серия у нас закончена. Продолжение выйдет в следующей, третьей части. Приглашаю вас к следующему просмотру. Спасибо за этот просмотр. Всем до свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok